Иисус Иисус, я так благодарен Тебе За милость и благость ко мне И за спасенье Ты жизнь моя, и я славлю Тебя Ты жизнь моя, Ты мое воскресенье Ты на кресте умирал, чтобы я был спасен Ты жизнь моя, и я славлю Тебя Ты жизнь моя, Ты мое воскресенье Ты на кресте умирал, чтобы я был спасен Иисус, я так благодарен Тебе За смерть на Холковском кресте Иисус, я так благодарен Тебе За милость и благость ко мне И за спасенье Иисус, я так благодарен Тебе За смерть на Холковском кресте Иисус, я так благодарен Тебе За милость и благость ко мне И за спасенье Ты жизнь моя, и я славлю Тебя Ты жизнь моя, Ты мое воскресенье Ты на кресте умирал, чтобы я был спасен Ты жизнь моя, и я славлю Тебя Ты жизнь моя, Ты мое воскресенье Ты на кресте умирал, чтобы я был спасен И жизнь моя, и я славлю тебя, И жизнь моя, и твое воскресенье, Ты на кресте умирал, чтобы я быть спасен. Иисус, я так благодарю Тебе, За смерть на Голгофском кресте. Иисус, я так благодарю Тебе, За милость и благость ко мне, И за спасенье. Иисус, я так благодарю Тебе, За смерть на Голгофском кресте. Иисус, я так благодарю Тебе, За милость и благость ко мне, И за спасенье. И жизнь моя, и я славлю тебя, И жизнь моя, и твое воскресенье, Ты на кресте умирал, чтобы я быть спасен. И жизнь моя, и я славлю тебя, И жизнь моя, и твое воскресенье, И ты на кресте умирал, чтобы я быть спасен. И жизнь моя, и твое воскресенье, Ты на кресте умирал, чтобы я быть спасен. И жизнь моя, и я славлю тебя, И жизнь моя, и твое воскресенье, И жизнь моя, и твое воскресенье, Ты на кресте умирал, чтобы я быть спасен. И жизнь моя, и твое воскресенье, Ты на кресте умирал, чтобы я быть спасен. И жизнь моя, и твое воскресенье, Ты на кресте умирал, чтобы я быть спасен. И жизнь моя, и твое воскресенье, Ты на кресте умирал, чтобы я быть спасен. И жизнь моя, и твое воскресенье, Ты на кресте умирал, чтобы я быть спасен. И жизнь моя, и твое воскресенье, Ты на кресте умирал, чтобы я быть спасен. И жизнь моя, и твое воскресенье, Ты на кресте умирал, чтобы я быть спасен. И жизнь моя, и твое воскресенье, Ты на кресте умирал, чтобы я быть спасен. И жизнь моя, и твое воскресенье, это слово из Библии, что листья будут исцелением народа, оно исполнится через эту молитву, помазание на эти салфетки во имя Господа Иисуса Христа. И жизнь моя, и твое воскресенье, это слово из Библии, что листья будут исцелением народа, И жизнь моя, и твое воскресенье, это слово из Библии, что листья будет исцелением народа, И жизнь моя, и твое воскресенье, это слово из Библии, что листья будет исцелением народа, И жизнь моя, и твое воскресенье, это слово из Библии, что листья будет исцелением народа, Я молюсь во Христе, чтобы Слово служить. Я молюсь во Христе, чтобы Слово познать. Я молюсь во Христе, чтобы любовь не узнать. Я молюсь во Христе, чтобы ближних любить. Я молюсь во Христе, чтобы таким, как Он был. Я молюсь, я молюсь, я молюсь, я молюсь, я молюсь во Христе, чтоб таким, как Он был. Я молюсь, я молюсь, я молюсь, я молюсь во Христе, чтоб таким, как Он был. Я молюсь во Христе, чтоб Иисус во мне жил, я молюсь во Христе, чтоб я не тушил, я молюсь во Христе, чтоб и горя не знал, как ты раз радость вложить, ства Иисуса поздравь. Я молюсь, я молюсь, я молюсь, я молюсь, я молюсь, мне возрадость блаженства Иисуса поздравь. Я молюсь, я молюсь, я молюсь, я молюсь, я молюсь, мне возрадость блаженства Иисуса поздравь. Я молюсь, я молюсь во Христе, я молюсь во Христе, я молюсь во Христе, чтобы мне не пусто. Я молюсь, я молюсь, я молюсь во Христе, я молюсь во Христе, я молюсь во Христе, чтоб мне не пусто. Я молюсь во Христе, я молюсь во Христе, я молюсь во Христе, я молюсь во Христе, я молюсь день и ночь, Я молюсь во кресте, чтобы ближний помой, Наполняется сердце Иисусе мое. Я молюсь во кресте, мое сердце твое. Я молюсь, я молюсь, я молюсь, Я молюсь во кресте, мое сердце твое. Я молюсь, я молюсь, я молюсь, Я молюсь во кресте, мое сердце твое. Я молюсь, я молюсь, я молюсь, я молюсь, Я молюсь во кресте, мое сердце твое. Я молюсь, я молюсь, я молюсь, Я молюсь во кресте, мое сердце твое. Я молюсь во кресте, мое сердце твое. Я молюсь, я молюсь, я молюсь, Я молюсь во кресте, мое сердце твое. Я молюсь, я молюсь, я молюсь во кресте, мое сердце твое. Пусть она протекает в вас, эта жизнь. Не облекемся. Просто если у вас болят глаза, давление глазное, положите руки. Просто вы почувствуете, как вы прямо обсуждаете ваши глаза в войне Иисуса Христа. И мы просто отдохнем в блоге в этом поклонении, в этой песне. Просто пусть это будет ваше молитвом. Благодатью, наполненное духом веры и любви в Бог. Без веры нельзя любить, а без любви нельзя любить. Без веры нельзя любить, а без любви нельзя любить. Без веры нельзя любить, а без любви нельзя любить. Без веры нельзя любить, а без любви нельзя любить. Без веры нельзя любить, а без любви нельзя любить. Без веры нельзя любить, а без любви нельзя любить. Без веры нельзя любить, а без любви нельзя любить. Без веры нельзя любить, а без любви нельзя любить. Без веры нельзя любить, а без любви нельзя любить. Без веры нельзя любить, а без любви нельзя любить. Без веры нельзя любить, а без любви нельзя любить. Без веры нельзя любить, а без любви нельзя любить. Без веры нельзя любить, а без любви нельзя любить. Безы нельзя любить, а без любви нельзя любить. Обреки меня, Господь, Кровность свою, И в кротости я Поспою обоих. Обреки меня, Господь, Силу злою, Обреки меня, Господь, Силу злою. Обреки меня, Господь, Силу злою, И в силе я поспою. Обреки меня, Господь, Силу злою, Обреки меня, Господь, Силу злою, Силу злою, Силу злою, Силу злою, Силу злою, Силу злою, Обреки меня, Господь, Силу злою, Силу злою, Силу злою, Обреки меня, Господь, Силу злою, Силу злою, Обреки меня, Господь, Силу злою, Брата нашего Христа, Иисусе. И сегодня мы будем иметь Причастие с Богом, И причастие с друг с другом Через кровь Иисуса Христа, В плоти Его братьями. Поэтому я приглашаю Отца Сергия, И передаю в дальнейших Полтора часа, Час пятнадцать, час двадцать, До полутора, до двух часов Это служение, А мы благодарим Бога. Кто ощутил, что вас Бог во что-то облекает новое, Какую-то навесу по вашей деревне, Восплещите его, Восплещите, Восплещите, Что деревня была, Восплещая, И мы тоже дышим, Значит, живем и славим. Как креститься по вас? Как? Иссли мое естество, И благослови тела руками. Освети мой разум, Иссли естество, И благослови тела руками. И благослови тела руками. По имя Отца, И Сына, И Святого Духа. Аминь. Правильно, да? И по вашему так же, да? Давайте воздадим Богу славу. Алюля. Спасибо Господу. Слава Иисусу. Слава Иисусу Христу. Слава Господу Богу Всемогущему. Хвала Утешителю Духу Святому. Благословенный Господь, Бог наш Царь Вселенный. Бог Великий, Бог Могучий, Бог Сверхъестественный, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова, Бог Патриархов, Пророков, Бог, Возлюбивший мир, Возлюбивший нас и отдавший жизнь свою за нас, свою кровушку, своего единородного, сына своего отдавшего. Боже, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благословенный Господь, Бог наш, однажды и навсегда, доказав свою любовь, явив свою сущность нам. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарность и хвала. Благодарю Тебя, Господь, за это служение, за это служение, за это собрание, за моих братьев, сестер, Боже, за слова, молитв, которые звучали сегодня и звучат, как фемиан, поднимаются сегодня к престолу славы. Боже всемогущий, благослови сегодня народ своим миром, своим шаломом. Благодарю Тебя, Господь, что Ты нас, разных людей, соединяешь вместе в Своей любви, Святой. Спасибо Тебе, Господь. Учи нас, наш дорогой Учитель. Боже, позволь сегодня из Слова Твоего открыть, Господь, эти жемчужины, эту истину, которая делает свободным, которая, действительно, исцеляет, благоставляет, как и церковь эта поместная, и окрещена, и названа, исцеление народом. Боже, действительно, потому что от Тебя наша жизнь, наше исцеление, наше все. Тобой мы живем, и движемся, и существуем. Спасибо Тебе, Господь. Боже, благослови Украину сегодня, благослови, Господь, сегодня Киев. Пусть здесь, на берегах Днепра звучит всегда хвала Тебе. Пусть здесь, Господь, на берегах Днепра звучит песня, песня хвалы, песня прославления, песня славы Иисусу Христу. «Вся земля так долго на цей день чекала, коли лине з неба чистий синний дощ, коли сонце правди порозглонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось, і цей день нарешті до нас увірвався. Він приніс нам віру в світле майбутця, через свого Сина, всемогутній Батько, нам даруй ріки вічного життя. Иисусу слава, Иисусу слава, луна є пісня над скылами Днепра. Іисусу слава, Іисусу слава, співає вільна Україна. Іисусу слава, Іисусу слава, луна є пісня над скылами Днепра. Іисусу слава, Іисусу слава, співає вільна Україна. Люди України, підіймайте руки, прославляйте Сина, Він єдиний Бог. Він своєю кров'ю розірвав Кайтанин, Він достої слави, Іисус Христос, Іисусу слава, Іисусу слава, луна є пісня над скылами Днепра. Іисусу слава, Іисусу слава, співає вільна Україна. Іисусу слава, на віки, на віки. Іисусу слава, на віки, на віки. Слава Іисусу Христу! Іисусу слава, на віки. Іисусу слава, іисусу слава. Іисусу слава, співає вільна Україна. Іисусу слава, на віки, на віки, на віки, на віки. Благослови сьогодні, Господь Божий, і чтення Слова Твоєго. І благослови сьогодні нас і в хлебопреломлений, і в причастий. Благослови. Амінь, амінь. Амінь, амінь, да. І действительно, кто-то може із присутствуючих, із пришедших, я так понимаю, люди разные, і кого-то вже знаю, кого-то не знаю. Некоторых видел вже не раз. Спасибо, батюшка, матушка, спасибо огромное за слово, за молитву вашу, за ваше щиро сердце. Такое слава Богу. І, друзія, якщо із присутніших кто-то... Бог видєт наше сердце, слушайте. Кто примирился с Богом, просто поблагодарите его за это. Скажіть ему спасибо сегодня. Кто еще на пути к Богу и сегодня хотел бы примириться с Богом, скажіть Богу сегодня слова примирения. Он примирился с нами. Бог, вот 2 Коринфянам как раз, 2 Коринфянам, из местописаний, 5 глава, 19 стихом, как раз и обозначено это местописание. Я его и хотел бы изначально как раз и прочесть. Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Бог примирил во Христе с собою мир. Удивительно, дамы и господа, братья и сестры, он примирился, хотя он и не ссорился. Он самый сильный. Обычно первым просит прощения не самый виноватый, чаще всего это действительно самый любящий. Первым просит прощения тот, кто больше любит, тот, кто больше ценит. И он первым попросил прощения. И доказал это все, что это все у него на самом деле очень серьезно. Его любовь серьезна. Доказал он, отдав себя самому. Отдав своего сына за нас. Отдав свою жизнь за нас. Поэтому с его стороны примирение есть. Он протянул свою руку. Вопрос сейчас в человеке, чтобы человек гомо сапиенс, но не всегда гомо, да, но не всегда сапиенс. Человек, но вот, чтобы разумный, но разумные люди, конечно, отвечают к Богу словом примирения. И попросите у Бога сейчас прощения. Я не знаю, как у вас принято, не принято вызывать вперед. Да, можно? Есть желание. Есть желание, есть желание есть. Давайте встанем сейчас еще, помолимся. Вот. И помолимся сейчас вместе, Бога поблагодарим. Если кто из присутствующих хочет примириться с Богом, давайте мы прямо сейчас помолимся с вами. Выйдите вперед сюда, вот сюда вот к этой сцене. Кто желает, да, прямо передо мной, перед кафедрой. И мы помолимся с вами. Кто хочет примириться с Богом? Не стесняйтесь, выходите, помолимся. Ну, спросите на всякий случай справа, слева, соседи ваших, ты примирился с Богом? Или примирилась ты с Богом? Ну, мало ли, вдруг стесняется человек, допустим, надо как-то помочь. Товарищ, да, выйти вперед-то. И, как написано у Исаии, пророка каждый, говори товарищу, крепись. Вот еще, то есть надо помогать. Если примирился с Богом, то скажи, поздравляю тебя и благодарю тебя, брат, сестра. Если нет, то скажи, сегодня твой шанс и не упусти этот шанс. Можно, конечно, в долгий ящик положить, но нежелательно. Знаете ли, сегодня примирение с Богом. И, ну, коль все примирились с Богом, это хорошо. Из присутствующих, коль так, это хорошо. Тогда помолимся такими словами. Отец наш Небесный, Бог Святой, благодарю тебя за твою любовь, за жертву твою, за Иисуса Христа, за кровь драгоценную, Иисус Христос, ты мой Господь, ты мой Спаситель, и ни в ком другом, для меня нет спасения, ибо нет других имен, которым могли бы мы спастись. Есть одно лишь имя, сладчайшего Иисуса, сладчайшего Иисуса. И Ишуа, ты мой Господь, навсегда, навсегда, твое слово животворит меня, Духом Святым Твоим, наполняй меня, и преисполняй. Дух Святой, поднимись во мне, когда я буду говорить иными языками, иными наречиями, нечленораздельными словами, фразами от Тебя. Преисполняй меня Духом Святым Своим, Бог мой. Благодарю Тебя, Господь. И в этом хлебопреломлении сегодняшнем благословляй всех нас. Аминь. Аминь. Пожалуйста, представьтесь, друзья, братья, сестры, дорогие друзья, приветствую всех именем Господнем, именем Иисуса Христа. Для меня честь быть здесь с вами, вот, и зал уже для меня знакомый этот. Ну, у вас, в собрании церкви, этой церкви, в вашей поместной я впервые, но пастора Константина знаю давно уже, он уже сказал, что вот с 97-го аж года, когда приехал в Украину, моя родина Россия, я родился в Поволжье, центральной России прошла моя юность, и там же начал свое служение в Орле, в Орловской области, начал свое служение церковное, это 87-88 годы как раз, как чтец и по диаконам там служил, вот, а потом диаконом служил, и в 91-м году стал священником, прошел степень священства, иерея, и в 96-м, когда я вышел из традиционной православной церкви, значит, то, знаете ли, у меня вот самого было больше вопросов, чем ответов, и что делать дальше? И братья меня хотели убить меня, как бы, так получается довольно странно, я вынужден был уехать из России, вот, куда, далеко не хотелось уезжать, думал, где-то поближе, а куда ехать? Братья предложили мне, вот, я познакомился с католическим одним священником, Рим, католический священник со Словакии, герой веры, миссионер, до мозга костей миссионер, десятки церквей, начавшие по всей России, а до того по Словакии, это отец Йозеф Гунчага, миссионер священник, я очень благодарен Бога за встречу с ним, знакомство с ним, отец Йозеф, он когда-то руководил словацким антисоветским подпольем, значит, в 70-е годы и в 80-е, и он был ректором подпольной словацкой духовной семинарии, официально он был инженером и, значит, хобби музыкант, а другой его жизни знали не все, знали очень немногие люди, вот, я Бога благодарю даже за чекистов, словацких коммунистов некоторых, которые он мне рассказал, они узнали, выследили его, узнали, что он, значит, там, пару было этих чекистов, словацких коммунистов, которые выследили и узнали, что он, вот, преподает и тайный священник католический, вот, значит, думали просто холостяк, просто, вот, решил, вот, прожить жизнь, там, бабалем, знаете ли, оказывается, католический священник, вот, и они оказались, эти чекисты, вот, ну, все-таки боящиеся Бога, и не знали его, не арестовали, и даже, наоборот, как бы, следили за ним, и поняли, что он по-настоящему, не понарошку, а по правдушному верующий, увидели его, вот, такую искренность, такой веры, и сохранили бы душу, не стали сдавать ее московским товарищам, вот, а потом, после падения союза, после падения коммунизма, отец Йозеф, он легализовался как священник, и как миссионер, он меньше всего сказал, я меньше всего хотел ехать в Россию, куда-куда, Боже, хоть в Африку, хоть в Тудру, ну, куда угодно, но только не в Россию, а Бог послал его в Россию, вот, и это было для него обрезанием его, как бы, вообще всего, вот, и он в девяносто первом году поехал миссионером, и стал служить, как мог, всем, всем подряд, молился за всех, и вот мы с ним пересеклись, познакомились, и он мне предложил поехать в Украину, я думаю, ну, куда угодно, но только не в Украину, Украина для меня ассоциация была какая, хохуй, бандеровцы, сало, обрезы, ну, ничего хорошего, как бы, значит, там, никаких ассоциаций не было у меня, значит, я из семьи чекистов, потомственных, значит, и дедушка, там, полковник НКВД, значит, бабушка из рукстальной награды получала в свое время, то есть, кадровые офицеры ЧК, потом НКВД, значит, знаете ли, и как бы, ну, понимаете ли, в семье атеистов, конечно же, да, я с этим распрощался, значит, и каялся в коммунизме, но, знаете ли, но все равно в Украину, куда угодно, только не в Украину, вот, значит, ну, представляете, я приехал в Украину, не ожидал, не ожидал я, значит, нет, специально плохо я не думал никогда об Украине, просто это было на уровне подсознания, знаете ли, это то, что, вот, как бы, человек даже может всю жизнь прожить и не знать, что это в нем есть, понимаете ли, до какого-то определенного момента, вот, и приехал в Украину, я приехал в первый город, посетив этот город Львов, да, сразу приехал прямо во Львов, потому что меня, значит, пригласили, тогда Любомир Гузер, он был помощником кардинала в то время еще, вот, 97-й год, и я гостил у Любомира две недели, жил у него, вот, и две недели просто, не знаю, я наслаждался общением с этим человеком, вот, и был восхищен, конечно, восхищенным, вот, и очень сильно удивлен такого евангельского мышления человеком, и, вот, именно Любомир мне открыл Украину, о которой я не знал, Украину христианскую, и я Бога благодарю, знаете ли, но, и, конечно, любовь меня поразил, прям, город с первого дня, знаете ли, я прогуливался первый же день, мне посоветовали люди добрые, чтобы впечатление хорошее получить, надо не проехаться, а пешком пройтись, вот, именно, вот, прогуляться, маршрут там, недалеко пройти, вот, от жена вокзала прям пешком пройти, по старому этому городу, значит, и вот до Юра, одно удовольствие, хорошая погода, утро, я прогулялся, и у меня был стресс, такой, культурный стресс, представьте, люди здоровались со мной, и говорили, слава Иисусу Христу, слава Иисусу Христу, и я там, здрасте, 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 никогда в тех раз не был так близок к провалу, ни в словах, не, ну, я насчет здрасте, здрасте, я ж не знал им, как бы, вот, значит, одна бабушка меня пожалела, там, значит, отозвала мне, батюшка, вижу, мы не местные, ну, да, первый раз в Украине, первый раз, вообще, во Львове, она говорит, ну, не надо говорить здрасте, надо, вот, надо отвечать, вообще-то, слава на Вике, Богу Святому, или слава на Вике, ну, нужно только не здрасте, это так, ну, режет ухо, говорю, ну, хорошо, спасибо, исправлюсь, ну, пару, порепетировали пару раз, мне понравилось очень, думаю, да что бы я так жил, знаете ли, в городе, значит, за местом Матюков, для меня был культурный стресс, значит, люди здоровались не только со мной, я был в Рясе, значит, с крестом таким, как положено, думаю, значит, я ж еду сейчас к такому человеку на прием, вот, и знаете, интересно, а потом приехал в Киев, здесь другая история, но здесь я видел сон, который очень сильно поменял мое мировоззрение, знаете ли, он, этот сон открыл мне глаза просто, я проповедовал во сне украинской мовой, мне казалось, украинский это исковерканный русский, значит, смешанный с какими-то там, западными диаметрами, польскими там, значит, словацкими и прочими, ну, как бы, я отказывал себе внутри, вообще, в праве существования Украины, как отдельного народа вообще, это, как бы, думают, ну, это такая окраина, сама по себе на уме взбунтовавшаяся такая вот как бы, вот, ну, понимаете ли, вот этот великоросский шовинизм, как еще Ильич говорил в свое время-то, вот, не в бровь, а в глаз, значит, и знаете, что интересно, я удивился во сне, я проповедовал украинскими словами, я даже сам во сне же был шокирован, честно говоря, у меня во сне был тоже стресс такой культурный, я думаю, как у меня так получается, думаю, а люди-то понимают правильно меня, это же совсем, ну, другая вообще культура языковая, вот, а люди понимают, разумеют, и некоторые плачут, и я проснулся от того, что сам себя разбудил, потому что я стал громко проповедовать, оказывается, вот, во сне, и после того я понял, пробудившись, я понял, что здесь я не проездом, я думал, как раньше там, так вот приеду там, ну, месяц побуду, может, в гостях, я потом вернусь, нет, и вот я Бога благодарю, что стал, здесь, в Украине, Украина стала моей второй родиной, и здесь, как реформатор состоялся я, как служитель, именно реформатор православный, слава Богу, очень Богу благодарен, вот, и сейчас, конечно, молюсь о том, чтобы Бог благословил наши страны, и послал мир между народами, потому что людям нужен мир, вот, но мир, он, действительно, через нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, есть тот, кто дает этот мир, это Бог Святой, мир, а без Бога, на самом деле, нет мира. И вот, что хочу прочесть я вам сейчас, Евангелие от Марка, 16 глава, завершение земного служения Иисуса, уходя, его слова следующие, с 15 стиха, Евангелие от Марка, 16 глава, с 15 стиха, «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать все знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить иными языками, новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьет, не повредит им, возложат руки на больных, они будут здоровы. И так Господь после беседы с ними вознесся на небо и воссел обесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкрепления слова последующими знамениями. Аминь. Аминь. Друзья, конечно, я как проповедник просил у Бога, чем поделиться мне. Потому что свидетельство свидетельством, а вот именно из Слова Божьего, чем поделиться с вами. И знаете, я думал, то другое, пятое, десятое, нет, опять, вот то откровение, которое в моем сердце, которым делился я в своей церкви не раз уже, в котором живу. Иисус, он говорил, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Конечно, там недобросовестно некоторые там священники толковали это, и толкуют порой там, что кто не будет веровать и креститься, тот, да, кто будет веровать и креститься, будет спасен. Но на самом-то деле, не о таком, не о рукомашном или о таком каком-то еще крестном знамении, вот там идет речь. Другие толкуют, объясняют это о водном крещении идет речь. Это ближе к истине, но конечно далеко не сама истина. Вот. Хотя, это уже тепло. Знаете, как говорят, холодно, холодно, да, тепло, теплее, теплее, горячо. Вот так бы, когда мы говорим о водном крещении, то это уже как бы теплее. Но это еще не горячо. Это как бы уже близко уже к истине. Вот. Некоторые даже из этого доктрину такую выводят, что как бы водное крещение уже спасительно для человека, как таинство, учение о таинствах. Ну, это как бы тоже тепло, но это уже чуть в холод, уже подальше от истины. Вот. Во времена Иисуса и до Него еще, и потом, после уже Иисуса, уже во времена Первой Апостольской Церкви, 200-300 лет после уже Нового Завета даже, вот в эллинском мире, в греко-язычном мире, вот это слово «баптизо» было популярным, это «баптизо». Есть такое слово, в советское время пугали им, да, «баптист». Вот, «баптист». Не знаю, как в Украине, но в России там пугали, «баптист». Я помню пионерскую линейку у нас, когда, значит, замуч школы старая женщина, она выходила на пенсию уже, вот, пугала нас. Вот. Есть такие верующие, там, «баптисты», которые верят в Бога, которого нет. Вот. Они веруют в Него. Ну, в моем сознании не было даже такой, даже пустой папочки под названием «Бог», поэтому мне этот файл некуда было положить вообще-то. Поэтому у меня это пролетело мимо ушей. Вот. Хотя мысль мелькнула такая, я потом вспомнил, мысль мелькнула, что как бы странно, того, кого нет, и в Него кто-то верит еще. Вот. Но и нам говорила та завод, что «баптисты», они вот пионеров в жертву приносят. Да, значит, и вот там в Арбарле, где мы жили, якобы, «баптисты», пионеры, по трамваю пахнули специально, чтобы, значит, принести его в жертву своему этому Богу. И будьте, мол, осторожны, товарищи пионеры. Конечно, значит, ну это было, да. У меня какая ассоциация? «Баптист» — это такой, как вот в журнале «Коркодил». Были антисоветские элементы нарисованы были, карикатурно там рисовались. Ну там какой-то фуфайки какой-то с цигаркой, бушанки такой какой-то, небритый какой-то там с бутылкой. Вот думаю, вот такой, наверное, «баптисты» есть, наверное. В моем сознании детском тогда рисовалось такое. Но, да, кстати, потом уже взрослым я узнал, что на самом деле, значит, был такой, даже в газете «Орловская правда» писали в 70-е годы, и тогда еще это были. Вот, значит, в конце 70-х, да, значит, что там было убийство пионера после дома молитвенного баптистского. Вот там братьев даже репрессировали, некоторых арестовали там, значит, там, и закрывали церковь баптистскую. Я общался с баптистами, потом была реабилитация вот этих осужденных, признали их невинно осужденными, потому что, на самом деле, никакого убийства не было. Просто был несчастный случай, на трамвайных путях погиб школьник-пионер, который шел в школу, и он, как бы, оступился, упал. Но это было недалеко от дома молитвенного баптистов. И там стояли на столке верующие, как бы, вот, и, как бы, вот, и связали это вот, как бы, вот, вот так вот с этим. Ну, я сейчас даже не о том. Слово «баптист» — это страшное слово, мне казалось тогда. Сейчас я понимаю, что «баптизо» — это хорошее слово. В этом ничего плохого нет, дурного ничего нет. «Баптизо» — погружение, да, погружение. Но в современном греческом языке «баптизо» — это значит «погрузиться», в смысле «окунуться». Окунулся и тут же на бережок. Это «баптизо». Но не так было во времена Нового Завета. В старом греческом языке «баптизо» означало «окунуться» и там и остаться, и больше никогда не появляться на поверхности. И там и остаться, и полностью пропитаться всем тем, во что ты окунулся. Вот «баптизо» использовали даже в эллинской литературе, даже там лет за 300, даже до нашей эры еще, использовали для писания солень огурцов чаще всего. Вот любите огурчики соленые? Да. Вот. А малосол любите? Малосол. Есть своя прелесть в малосоле, да? Так вот, малосол в чем он прелестен, да? Что он, значит, он сохраняет свежесть еще, а на шкурке уже соль. И вот это сочетание свежего и соленого свою создает прелесть, такой эффект. Греки тоже делали малосол, но для писания малосола «баптизо» — слово никогда не употреблялось. Потому что он не имел соли в себе, а имел соль лишь на шкурке. А вот когда именно полностью просаливался огурец, полностью этим рассолом, и имел соль уже в себе самому же, да? Вот тогда они уже говорили «баптизо». То есть «баптизские огурцы» в Древней Греции и потом Риме на греческом языке означало именно соленые, прошедшие полностью просолку огурцы. Так что, товарищи огурцы, малосол? Не-не-не, да не будет малосола среди нас. Малосол — это так, ни рыба, ни мясо. Знаете ли, да, что ни бога свечка, ни черта почерка называется еще. А настоящий христианин, он должен быть соленым. Имейте соль в себе, не просто на шкурке. И интересный процесс такой. То есть слова Иисуса буквально можно так объяснить современному слушателю, русскоязычному, что кто уверует в Него и погрузится в Него, и пропитается им, полностью просолится, будет спасен. Там стоит спасение, совершенное спасение имеется в виду. Будет совершенно спасен, и чудеса и знамения будут сопровождать его жизнь дальнейшую. То есть он будет осолять все вокруг. Как, допустим, если винегрет готовит хозяйка, да, даже не надо солить специально, если есть миска соленых-соленых огурцов, не надо даже солить. Огурчики порезал, смешал все это, и все блюдо соленое уже. Так вот, и бог хочет, чтобы мы просолили сами, и осоляли, получается, блюда, допустим, наших трудовых коллективов, наших городов, сел, стран, народов, континентов даже. Есть такие огурчики, ой-ой-ой, как вот покойный уже Билли Грэм. Он осолял там столько, что, ой-ой-ой, до сих пор ссовано во рту. Знаете ли, или Рейнхард Бонке, допустим, да, всемирный евангелист, огурец мирового масштаба, вы знаете ли, да, значит, или там, ну, даже если ты маленький, там, корнишончик, казалось бы, или что-то еще. Ничего, огурец, молодец, просолись и осоляй вокруг себя. Что можешь осолить? Конечно, на безлюбье и рак рыба, конечно, на худой конец и волосол сойдет что-то осолить, но это как бы на худой конец. А вообще-то надо просолиться. Поэтому это процесс спасения, как три этапа, согласно Библии, допустим, да, вот Нового Завета, три этапа, можно, или три вида спасения главных. Есть еще и другие, конечно, но самые основные. Это первое, это принять, принятие спасения. И как бы это очень важно, потому что без этого все остальное на смарку. Без этого, ну, незаконно подвязающийся он не увенчается вообще. То есть, как бы, даже если он потом что-то и из себя что-то хорохорится, и делает что-то, и прочее-то, и подоги религиозные у него всю жизнь серьезные, но ничего с него не родится, потому что он незаконно подвязается. То есть, не принявший спасения, не солно хлебавший. Вот, то есть, получается, не увидит даже Царства Божьего. Вот Никодим тот самый сегодня, да, значит, упомянутый, что он, значит, который приходил к Иисусу ночью, он, пожалуйста, подвязался, но Иисус этого горе-спортсмена вовремя остановил, сказал, товарищ, ты еще не родился свыше. Тебе надо еще. Хотя-то учитель, да, не переспорит. В семинарии, там, батюшка-то, все. Но, если не родишься свыше, не увидишь Царства Божьего. Кстати, многие христиане думают, что идея рождения свыше, сама вот эта, ну, доктрина, впервые была Иисусом провозглашена. Но это неправда. На самом деле, и в Ветхом Завете так же говорится о духовном перерождении человека. Может, не так в лоб, конечно, как Маше сделал, но, говорится. И плюс еще, до рождения Христа, до нашей эры, как мы говорим, эта доктрина уже, это учение уже звучало, по крайней мере, вопросы эти уже звучали. Вот школа, известная школа Гамалиила, да, ой, школа, да, школа Гилеля и школа Шамая, старшего Шамая, там еще был младший Шамай. Значит, два, значит, школа Шамая и школа Гилеля. Иисус родился в Ифлиеме, да, но детство, и, в общем-то, вся его жизнь, большая часть его жизни, львиная доля его жизни прошла в Назарете, в горах, получается, да, в Горец. Всю жизнь в горах прожил фактически. В долину редко спускался он, потому что Назарет, Назарет высоко в горах в то время. Спуститься в то время в долину надо было сутки идти туда, вниз, с его села. Но нет хорошей жизни, евреи забирались так высоко, знаете ли, время было такое тревожное, достаточно. И, так вот, и в Назарете, и вот в той местности, в Галилее, как ее дразнили языческой, школа Шамая была популярна, кстати. И в школе Шамая говорили о необходимости духовного перерождения, о необходимости, мало того, что ты еврей, что ты кошерный, что ты заповеди исполняешь, мало того, что ты, значит, стараешься со всех сторон, но тебе должно духовно переродиться. Тебе необходимо, ну, понимали это, от встречи, личной встречи с Господом, переживания Бога, подвиг святости, там много всего, стяжания, там много доктрин, которые в христианстве впоследствии стали очень популярными, в школе Шамая они уже звучали. Но до прихода Машиаха, до рождения Христа, в этой теме было больше вопросов, нежели ответов. По сути, больше было вопросов оставалось, нежели ответов. Но Иисус, Иешуа, открыли все эти тайны, что Он есть путь истины и жизни. То есть сам Бог протянул свою руку для человечества истрадавшегося, чтобы спасти, чтобы люди имели возможность все-все-все без исключения духовно переродиться, родиться свыше и принять эту полноту спасения. Первый этап спасения, идея спасения, доктрина спасения, это принятие спасения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...